Для начала очень коротко про видеонергоскоп. Это производство компании CarStorz. Клинок этот очень похож на обычный клинок макинтоша. Я не буду показывать другой. Только здесь камера, с которой идет изображение на экран. Это клинок может быть третьего, четвертого размера. Есть клинок с дополнительным изгибом, так называемый гиперангулированный клинок или D-Blade. Это для наиболее трудных индубаций, для высокой расположения щели. Видите различия этих клинков. Если этот клинок позволяет вам расширить угол обзора зрения до 60 градусов, этот до 80 градусов. То есть вы реально видите то, что находится высоко. Но с этим клинком индублер чуть сложнее будет, чем с обычным клинком макинтоша, потому что высоко расположена щель. Очень приветствуются ротационные движения трубки по оси. Если какое-то затруднение, трубка обязательно должна быть смазана любрикантом, обработана. Обязательно. Если стилет жесткий, как здесь, то нет. А если стилет обычный, полужесткий, это позволяет сделать. Сейчас покажу, как можно и с этим следом выполнять эти движения. Для того, чтобы это все было как в реалиях, мне ассистент, это закрывается сзади пеленкой, и мне ассистенты подают инструменты оттуда. Отсюда же подается и контур дыхательный. Работаем по команде, слаженно. На момент интубации аппарат не работает. Работает аппарат только тогда, когда мы раздули манжетку и соединили контур. Вот только тогда включается аппарат. Итак, мы в средствах защиты. Экранчик у нас готов. Все готовы. Команда всем быть готовыми. Каждый знает, что будет делать. А мы погружаем... Сразу сюда поставлю, чтобы потом уже не мучиться. Погружаем свои руки, которые в перчатках, аккуратненько в эти отверстия. Так, есть. Беру этот клинок. Ассистент мне помогает с трубкой. Сначала давайте как масочная вентиляция. Вот так руки располагаются. Отсчитали 50 секунд, либо часы у вас есть перед собой. Дальше, как обычно, вы делаете ларингоскопию, только глаза на экран. Увиден этот гортаник. Подобрались к нему. Вправили трубку. Мне не хватает немножко высоты экрана. Вот здесь вы можете уже убирать. И тогда проворачивающее движение можно сделать. Для того, чтобы трубка прошла. Глубоко. Но она просто мягкая уже. Мягкая уже, да. Что дальше? Дальше вы это устройство убираете. Ассистент вам помогает раздувать манжетку. Соединяется контур. И только поэтому после этого пошла вентиляция. Понятно, да? Глубина погружения. Ну, для взрослых 20-21 см. Глубина, потому что вы можете провалиться в парагобронх. И как контролировать, что вы трахеи? Это капнография. А когда у вас видео ларингоскопия, то вы это видите еще лучше. Спасибо. 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 Спасибо.